Любимые, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале. Сегодня с вами говорим об истинных причинах бессонницы. Почему действительно у многих людей есть бессонница и какие могут быть причины, как с этим справляться и на что можно повлиять, если действительно есть бессонница. Бессонница бывает по различным причинам. Это психологическая история и чисто физическая. Давайте обе эти истории с вами разберем. Первая история это если вы понимаете, что эта история психологическая, то в течение дня у вас недостаточно либо физической активности, либо переизбыток эмоциональный, интеллектуальный. Это влияет на вашу нагрузку. Другой момент. Очень важно для себя создавать удобные условия, в которых ваш организм получает триптофан, получает все необходимые аминокислоты, жиры, получает цинк, медь, магний в достаточном количестве в течение дня. Люди, которые имеют в течение дня дефицит этих минералов и витаминов, они очень часто беспокойно спят или вообще не спят. Если у человека в течение дня не произошла нормализация инсулина, то есть инсулин был всегда высокий, организм будет поддерживать воспаление в течение ночи. И также, если вы отмечаете, что бессонница связана с питанием, которое богато кофеином, стимуляторами, это будет вызывать длительный стресс. Это правда. И если вы понимаете, что причины ни магний, ни цинк, ни общий белок, ни железо, ни витамин D, который влияет на депрессивные состояния, и у вас достаточно холина в течение дня, кальция, то, конечно, это психологические проблемы. Когда вы на пределе стресса, на пределе страха, на пределе тревоги, на пределе каких-то интеллектуальных сил, это все приведет вас к тому, что сон будет беспокойным. Как же на самом деле можно успокоиться и уснуть? Неужели нужны какие-то специальные таблетки или можно попробовать как-то природными способами? Действительно, для нормализации биоритмов очень важно научиться правильно дышать, правильно расслабляться и правильно делать гимнастику на ночь, дыхательную. Другой момент. Очень легко для себя создать все условия, в котором вы уснете, это заварить себе ромашковый, лавандовый чай, пустырниковый чай и действительно в этот момент включить приятную музыку. Для многих не секрет, что если вы понимаете, что вы не спите по каким-то причинам, то эти причины могут крыться в вашей голове. Я не закончил этот проект, я не выполнил это, я не создал вот это, у меня вот это не пошло. Не нужно так с собой. Вы уникальны. И если сегодня чего-то не получилось, что-то пошло не так, это не страшно. Бессонница возникает тогда, когда у меня есть в жизни очень страшные моменты, которые я не могу решить. И вот от этого я могу действительно не спать. Другой момент. Бессонница. Это сопутствующее состояние тревожных расстройств. Если у вас есть тревожное расстройство, либо депрессивное расстройство, то здесь действительно вам может помочь психотерапевт, который задействует в своей практике холистический подход. И он знает, что вам нужно вести дневник питания, дневник отдыха и сна и дневник достижений. И это очень важные моменты, которые влияют на ваш сон. И еще самый маленький момент. Баланс натрия и калия. Если эти электролиты нарушены, ваш организм также будет в стрессе. Если есть любая вирусная грибковая нагрузка, опять организм будет пытаться восстановить стабильность. И все это влияет на то, как вы живете, как вы создаете, как вы спите, как вы отдыхаете. Бессонница не проходит от мелатонина. Она проходит от компенсации дневной вашего питания, от движения и от восстановления, которое происходит ночью. Если вы правильно подбираете витамины, то ваша жизнь наполнила цветами и радостью. Вы на канале с холистическим психологом. Здесь мы говорим о самом главном, о вашем физическом и психологическом здоровье. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok